Приветствую вас, друзья! С вами снова я, Валдай, и мы продолжаем проходить замечательную игру под названием Mafia 2. Не остановились мы на том, что после успешного проведенного дела в прошлой серии, которое было совсем уж плохим, связано было с торговлей наркотиками, мы остановились в квартире Джо, и теперь тут звонит телефон. Давайте снимем трубку. Опять. Ну что же, замечательно, дорогие друзья. Вот, собственно, о чём я и говорил. О том, что как бы нам всё это боком не вышло. Вот так в итоге боком и вышло. Так, ну замечательно. Чёрт, Джо, готов? Поехали. Давай, ты гони. Да, печально. Как же нам рассчитаться теперь с Бруно интересно? А насколько я помню, этот еврей сказал, что если мы не рассчитаемся, то долг будет расти с каждой недели, ещё он 10 тысяч. Это, по-моему, очень даже печальная новость. Да, блин, как же меня пестят эти машины, которые так вот резко перестраиваются в этой игре. Ну, посмотрите, только что-то на очередь был не попал в ДТП. Чудом усырел. Сейчас, секунду, дорогие друзья. Отлично. Можно ехать дальше. Понял. Так. Теперь, по-быстрому, надо от них свалить. Притом свалить так, чтобы они ещё не дали описание моего внешнего вида, иначе мне будет очень плохо. Так, а машина у меня, кстати, открытая, поэтому, если боль болит мне в голову, то я сразу же умру. Что случилось? Продолжение следует... Продолжение следует... Так, я немного не понимаю, мне показывают снова на мост, что ли? Так, стоп. Какого? Да, это вообще издевательство надо мной. GPS, ты что делаешь? GPS явно упоротый, мне нужно было ехать на мост. Уфигенно. Ну ладно, что поделаешь. Покатаемся немного. Быть может подожога еще кого пристрелим. Ну вот, собственно, кандидат номер один, блин. Ладно. Вроде обошлось. Да, отличная машина, но тут посмотрите какая скорость. Просто шикарно. Управление у меня тоже на уровне. Управление отлетел один колпак с колеса, по-моему, и заметить. Тоже прикольно у нас с ними. Довольно мало, я знаю, игр, где при резком повороте с колеса отлетает колпак. А мы, собственно, с вами, дорогие друзья, приехали на дворцевое место. Избили женщину. Не время, сам не свой. Прямо... Какого хрена? Черт, это Генри. Что там такое? Скорее. Чем это они его бьют? Офигеть. Жесть. Просто жесть. Грёбаные китайцы. Ну, сволочь. Да блин. Умри. Разного хотелось с тобой ссориться. Офигеть. Мать. Да кто же на такое способен, Алито? Да они больные, нахрен. Дьявол. Кто же на такое способен? Долбаные китайцы. За что? Ты глянь, Вита. Ты веришь своим глазам? И денег нет. Офигеть. У меня просто, дорогие друзья, нет слов. Я просто в шоке, на самом деле. Ну, пойдём. Пора сматываться. Генри, копы займутся. Эй. Эй, это же тот тип, что продал нам дурь. Вон. Да он за всем этим и стоит, естественно, блин. Люди людей по-разному убивают. Пули бы хватило, твари. А эти уроды, они на голову больные, Вита. Они, блин, сдохнут. В смысле? Зачем вот так? Прямо посреди парка. Я же сказал, больные они. Я их на ихнюю лапшу покрашу. Я что хочу сказать. Мы же даже не знаем, сколько их там. А? Не плевать мне на это. Эй, Генри уже мёртв. Что, хочешь, следом за ним отправиться? Надо делать по уму, Джо. Плевать мне, как что делать. Главное, чтобы они все сдохли, уроды. Хорошо, слушай. Их там точно больше, чем двое. И что? Чем больше, тем лучше, мать его. А нас пока что только двое. Можно, конечно, позвонить Карлу, рассказать, что у нас тут творится, и попросить подогнать сюда ребят. Ладно, ладно. Я понял. Просто пообещай, что не будешь стрелять во всё, что движется. Надо делать всё по уму. Понял? Да уж. Ну, сейчас начнётся настоящая бойня, мне кажется. Бойня против довыполных проклятых китайцев. За что вот так просто человека искромсать ножами и просто не оставить на нём живого места, собственно? Куда бы ни вошёл очередной нож. Очередной удар ножа. Вроде все условия сделки выполнили. Убили наркотики. Тут же попали в какую-то подставу, которую вполне возможно они как раз верно не организовали. Чудом оттуда спаслись, и ради чего? Ради того, чтобы остаться и без денег, и без Генри, которые просто жестоким образом убили на наших глазах. Офигеть. Нет, такому, правда, надо положить конец. Тут, в принципе, я, пожалуй, полностью займу сторону Джо в этом вопросе, и хочется стрелять во всё, что движется, лишь бы только как можно больше убить этих засранцев. Так, ну пока давайте нам ничего не остается, кроме как следовать за машиной мистера Вона, и посмотрим, куда же он у нас придёт. По крайней мере, он заехал в китайский квартал. Видимо, едет к себе на базу. Да, вполне вероятно. Офигеть сейчас! Притормози немного! Я стараюсь, как могу! Всё хорошо. Всё под контролем. Приехали. Ну, мы его нашли. Пошли, прикончим его, пока он не смылся с деньгами. Погоди, нам понадобится огневая поддержка. Мы можем пойти к Гарри или перебить Козлок прямо сейчас. Тебе решать. Угу, так. Ну, да пойдём перебьём их нафиг всех. Так, давайте только сначала подготовимся. Вроде копов не видать. Перезарядим всё оружие сразу. Так, в принципе, тут у нас мало патронов. Здесь неплохо. Вполне так. Смотрите, кстати, довольно-таки много у нас различных автоматов. Ну что же, возьмём старую добрую классику. Автомат, мать его, Томпсона. Так, ну и пошли вперёд. Устроим здесь настоящую резню. Настоящую бойню. Отомстим за убитого друга. И положим как можно больше китаёсов. Извините, тут только для членов клуба. Получи членский взнос. Чёрт, шо, можешь меня хоть раз послушать? Не могу. Видел, что они сделали с Генри. Да, шо. Шо. Чего было просто пашкой в дом не стучать? Откнись и попарите. А, не жаль, не жаль. Убери, ублюдка, за стойкой. Куда ты родишь? Ага, я тебе не ломаю. За стойкой, говоришь? Ага, вижу. Вроде готов. Скажи боссу, я иду, конечно. Тихо, тихо, тихо. Сверху. Готов. Так, ну что, кто ещё? Есть, нет? Ох ты чёрт, да, есть ещё. Да, блин. Ну, как вот так вот. Почему-то такие фейлы случаются всегда. Ладно. Ничего страшного. Дубль два. Пропустим ролик. Сейчас всё будет, подожди. Так, готов. Да, вон сверху, бери, пожалуйста. Хоть пару, хоть тройку. Блин, офигеть, попадают. Так, готов. Теперь того. Отлично. Берем здесь их реально очень много. Давайте, наверное, не будем делать глупых движений и торопиться. Я практически почувствовал эту пулу, собственно, животом. Офигеть, конечно, он просто вышел из-за угла и тут же откуда-то взялся этот паганец. Блин, третий раз. Офигеть. Чувствую, что это будет непросто, дофига. Тихо. Так, готов. Вито, давай в темпе. Зарядайте вон. Берегись, они сверху полят. Давай, мистер Круто. Эй, оставь мне пару ублюдков. Не волнуйся, оставлю. Так, отлично. Давай, Вито, быстрее. Да как-то теперь уже очко омню, после того, что случилось. Давай, говорит, быстрее. Ну давай. Так, справа один. Так, ну что, шикарно? Давайте наручить бар пройдем. Думаю, самое безопасное решение. Так, на лестнице один еще. Давай, Жак. Ах, ты че, побери. Сидимся. Как же так-то, а? Так, замечательно. Там один остался, по-моему, за окном он. Да, вот он. Вроде бы готов, но вроде еще... Нет, вот. Шикарно, все. Теперь можно продвигаться потихонечку. Неплохой автомат, в принципе. Ну давай. Как всегда. Эх, жаль, это некий гранат. Сейчас бы они очень пригодились. Мне это понравится. Как-то ремонт, но какие-нибудь... Что-нибудь подобное. Ну, вроде неплохо. Так, ну еще, пойдем потихонечку к следующему укрытию. Так, хорошо. Где этот чертов мерзавец? Он наверняка где-то здесь. Пошли дальше. Давай, высовывайся, высовывайся. Ну же, покажи мне свою голову. Отлично. Ну же, мелкие углёки. Так. Тихо, тихо, Джо, осторожно. Это не вару. Пули меня много. Отлично, осталось трое. И его сделаем. Ха-ха, да ты шелобак. Нет, тихо. Так. Мы там еще остались, явно. Блин, я так не попадаю. А вот так попаду. Шикарно. И последний, давай. Нет, ты его не убил. Это тебе за Генри, дрянь. Замечательно. Так, ну пока ведь прорываемся, пока получается. Окей, где у них тут вход? Вот, наверное, здесь получается, нет? Нет, странно. А, ну вот же. Все было очевидно. Не нравится мне это место, совсем не нравится. Не нравится, но своими укрытиями. Они здесь больно хрупкие. Ладно, этого трогать не будем. Отлично, сохранение. По крайней мере, если погибнуть, мы с самого начала начнем. Их там слишком много. Давай снимем его тихо и чисто. Ну, давай. Ох, офигеть, тут реально много. Так, значит, получается, у нас, в принципе, есть выбор. Поставился или нет. Но поставился, вряд ли тут получится. Поэтому давайте устроим. Все же здесь экшен. Так, дружище. Да. Это, конечно, было, опять-таки, феерично фейлово. Блин, как же так можно-то было, а? Ладно. Плевать. Давай. Тихо, тихо, тихо. Ну, отлично. Ну что же, не хочешь первым пойти туда, нет? Я вот тоже не горю желанием. Но, видимо, придется. Ой, жесть. Нет, там больно, опасно. Не будем торопиться. Потихоньку подождем. Готов. Так, слева вроде больше никого. А вот справа я не уверен в этом. Ох ты, чёрт, бери. Понятно всё. Я всё понял. Лучше подождать немножко. Не лезь на рожон. Где Джо-то? Почему меня не прикрывают? Давай, быстро, пошли! Нафиг обратно укрытие? Да ты со мной связался. И ходи, башку полу. Отлично. Так, надо бы укрытие сменить, наверное, пожалуй. Давайте. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Ай, жесть. Нет. Отступим чуть-чуть. Подождём. Да, надо было пробовать, так как остался. Чёрт, ты стрелять вообще не умеешь. Тихо. Не говори глупостей. Всё под контролем. Говорю, ты меня не прикрываешь совсем. Так, вроде их меньше уже осталось. Всё, по-моему, двое. Если верить радару. Ну или максимум трое. Так. Вроде бы готов. Давайте ближе подойдём, наверное, попробуем. Нет, нифига он ещё не готов. Он всё ещё там. Я вернулся. Сразу расхотелось с тобой ссориться. Угу. Это точно. Ну давай, высовывайся. Давай, придумай что-то. Быстрей. Отлично. Ну всё, это последнее. Вот видишь, всё не так плохо, да? Да, но если нас узнают, я об этом услышал Карлов. Поэтому свидетелей не будет. Тут внизу ещё наверняка кто-то есть. Готовься. Я уже предвкушаю на самом деле, сколько будет там внизу ещё людей. Ну что же. Ты готов, Джо? Тогда вперёд. Так, ну естественно, так же аккуратно. Лучше перестраховаться. Ты труп! Ты уродка со глазой! Чего вам тут нужно? А сам ты как думаешь, что нам нужно? Мы хотим знать, зачем ты нашего друга убил. И ещё деньги, которые ты у него забрал. У меня не было выбора. Вас друг был информатором. Ты чего? С катушек съехал! Нас человек в бюро наркотиков сообщил, что Генри Томасина передал им информацию о нашей сделке. Врёшь, сука! Ты говоришь, Генри был крысой? Да. Он был крысой. Бред какой-то. Вообще чушь. Наверное, с той подставой, что с нами случилось после сделки, ты тоже не при делах, да? Мы что, стали бы так глупо рисковать? Уничтожать собственный завод? Ещё одна причина от вас избавиться. С самого начала от вас были проблемы. Вот как. Ну, теперь все твои проблемы позади. Так где наши деньги? Их тут больше нет. Что? Где они, мать твою? Не могу сказать. Если сейчас не скажешь, я твои жёлтые мозги по всей комнате размажу. Если я вам скажу, то меня убьют. Что ж, твой выбор. Ты с ума сошёл? А чего ты хотел отпустить его? А вдруг бы он разговорился? Так чёрт, он ничего бы не сказал. Они, ребята, крепкие. Давай валить отсюда, пока копы не набежали. Да уж, дорогие друзья, вот так, конечно, поворот. Даже не знаю, кому верить, собственно, этому китайцу, или всё же покойному Генри. Неужели он, вправду, оказался крысой? Неужели он, вправду, был информатором и, собственно, с самого начала хотел подставить всех? Ты что это творишь, а? Блин! Офигеть, конечно. Да бегу я, бегу. Давай, поехали. Жесть. Жёсткая миссия вообще. Очень жёсткая серия. Так, ну теперь надо отсюда выбраться ещё. Боюсь, они не скоро теперь откроются. В итоге... Было бы время, я сжёг бы всё к чёртовой матери. В итоге ещё больше вопросов, ещё меньше ответов. И по-прежнему нет ни копейки денег, которые нужно вернуть. В смысле? А ты куда? Ничего не понимаю. А где он тогда хочет выйти? А-а-а. Ну, шикарный план. Окей. Так, мы в розыске. Это печально. Мать твою, ну живи-то, валим отсюда. Их слишком много, быстрее, найди нам тачку. Да и подумайте, подожди, тут справа дофига копов, и слева тоже как-то предлагаешь мне тачку найти, интересно. В таком случае... Это, по-моему, вообще нереальное занятие. Ну ладно, побежали, попробуем. О, маньяк! Живым не берём! Ох, охренеть. Прекрой меня, Вита. Понял. О, дожи сейчас сюда, а? Так, ещё и наше описание. Вас понял. Скорее, валим нахрен. Просто валим. Четыре звезды, офигеть. Это будет тяжело. Это будет даже потяжелее, чем с китайцами, наверное. Хотя, смотрите-ка, уже. Вот и всё. Это было... Ну, трындец, да? Ну да. Не хочу говорить об этом. Отвези меня обратно на хату, а? Ладно. Чёрт, 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 там копы снова. Давай, открывай долбаную дверь. Да, пожалуйста. Да чёрт побери. Проходите. Тихо, тихо, может быть, не заметят? Может, всё же не увидят и уедут? Ну же, давайте, уедите уже, наконец, отсюда. Я же так хорошо спятался. Давай, 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 давай. Отлично. Так. Теперь скорее подождём, пока пара дорогу потаёт подальше. Вроде всё, ушёл. Шикарно. Так, быстрее, дамочка. Да чтоб тебя подкинуло. Замечательно. Давай то, что мне надо, посмотрим. Так, давайте вот, допустим, вот такой вот костюмчик. Да уж. Не сказал бы я, конечно, что очень стильно, но ладно, по крайней мере, теперь меня не разыскивают. И можно спокойно, как ни ещё не бывало, передвигаться дальше, я надеюсь. Так, давайте, пожалуй, не будем брать машину копов на глазах у, собственно, самих копов. Давайте пешочка немножко пройдём, и там где-нибудь за углом что-нибудь своруем какую-нибудь технику. Нам, кстати, по-моему, в другую сторону ехать. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас мы сейчас ещё что-нибудь. Найдём подходящее. Вот, в принципе, я думаю, что неплохой автомобиль. Постараемся его украсть, пока копы не видят. Так, мало времени, давайте скорее. Ну же, и последний. Готово. Давай, Джо, запрыгивай. Повезём тебя домой. Так, ждём, пока включится GPS. Отлично, да, нам туда. В ту сторону учить эту пробку. Ладно? Отлично, мы проехали. Ну, а теперь осталось только спокойненько потихонечку платься домой. Да, это, конечно, было жестоко. И дерзкий такой побег, на самом деле, прямо на машине копов уехать у них из-под носа. При четыреха звёздах, да ещё и сбить одного из них по дороге. Это было жестоко. Ну, как в целом и вся серия получается. Блин, с самого начала, конечно. Такой шок, а дальше, блин, события разворачивались просто с молниевостной скоростью. Перебили бы всех китайцев, просто всех, в том числе его главаря, их главаря. Это, конечно, ужас. Это сделка сплошной геморрой. Это ты мне говоришь? Генри мёртв. Деньги потеряли. Перебили столько китайцев. А если они решат, что мы от Карла, значит, будет война. Попали мы. Да. А если Карл узнает, что это мы, то... А если Генри правда был крысой? Не может быть. Не смей так говорить. Ладно, сперва добудем денег для Бруна. Хоть это уладим. Но на сегодня хватит. Мне надо выпить. Завтра позвоню, будем решать. Ладно. Ладно, до встречи. И, Вита, будь осторожен. Да уж, я постараюсь. Спасибо, Джо. Ну что же, глава 14. Лестница в небо. Остер Бей. 25 сентября 1951 года. Опять телефон. Вита, ты готов? Похоже, я готов. Меня разбудил. Если сегодня не срубим денег для Бруна, нам капец. Откуда мы вот так вот возьмем и вынем 55 штук, а? Не знаю. Но в кровати они точно не валяются. Эдди подкинул работенку за хорошие бабки. Правда? Правда? Я заеду через пару минут, так что одевайся, бери пушку и жди меня снаружи. В машине все расскажу. Надеюсь, не одна из твоих блестящих идей. Эй, я не в духе. Прости, я не хотел на тебя наезжать. Ну ладно, ладно. Так ты в деле? Почему бы и нет? Ты когда доберешься? Я звоню из оружейной лавки за углом. Буду у тебя через минуту. Хорошо, давай к заднему входу. До встречи. Ну что ж, друзья, очередная работенка от Эдди за хорошие деньги на этот раз. Возможно, мы с моим успеем вернуть долг Бруно в срок. 55 тысяч долларов, конечно, такие бешеные деньги. В связи с того, что связались с долбанными наркотиками. Я с самого начала знал, что все это хорошим не кончится. И что в итоге? Ни денег, ни Генри. Генри убит. Но долг тем самым по-прежнему остался, потому что, не важно, кто договаривался, были там все втроем. А значит, нам придется отдать эти деньги. Но о том, сможем ли мы заработать, наставляя полную сумму и успеть отдать деньги вовремя, мы узнаем уже в следующей серии. Надеюсь, что вам понравилось. Оставляйте свои комментарии по этому поводу. И не забывайте подписываться на канал. А с вами был я, Валда. И до новых встреч, дорогие друзья. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»